Проверка масочного режима. И в жаркий день, и в дождливое утро понедельника. Масочный режим в регионе еще не отменен, поэтому самостоятельно сходить с антиковидной дистанции нельзя никому. Даже если очень хочется. Особенно требования Роспотребнадзора касается мест, где сложно держать полутораметровую дистанцию, в частности, общественный транспорт. По требованию оперативного штаба проверки здесь проходят каждый день. По-прежнему все так строго. Постановление о соблюдении масочного режима пока никто не отменял. Это положительно, как мы видим, сказывается на динамике заболевания. Мы видим, что динамика заболеваемости сейчас чуть лучше, чем была месяц назад. Что количество заболевших ежедневно снизилось и составляет менее ста человек. Теперь важно не помешать кривой заболеваемости стремиться к нулю и продолжать соблюдать масочный режим. В рейдах участвуют и сотрудники полиции. Только за этот год на пассажиров общественного транспорта оформили 257 протоколов. Общее число оштрафованных по городу за все время проведения таких проверок перевалило за 400. В фокусе внимания не только те, кого везут, но и те, кто за рулем. Почему вы без маски ехали? Так получилось, забыл. Вот только такой уважительной причины, как забыл, не существует ни для пассажиров, ни для водителей. Напоминаем нашим сотрудникам, как они должны действовать в ситуации конфликтной, что необходимо надевать защитные средства и об этом напоминать всем нашим пассажирам. Ну и, естественно, напоминаем, что если они не будут это соблюдать, что их ждет? По окончании месяца они не досчитаются в своем кошельке премиальной части зарплаты. В салонах как наземного, так и подземного транспорта необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Иначе водитель и кондуктор имеют право остановить движение и высадить нарушителей из салона. Так, начиная с сентября 2020 года, из транспорта пришлось высадить 3913 человек. Но случаются и приятные моменты взаимовыручки. Что-нибудь поделитесь на вас? Пожалуйста. Спасибо большое. Ну, мало ли, друга возьму в магазин, а там надо будет маску. Или потеряешься. Проверять салоны общественного транспорта в Самаре будут до полного снятия масочного режима. Пока же за его нарушения, как в регионе, так и по всей стране, предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей. Как правило, его могут выписать в особых случаях, если дело доходит до конфликта. Практика показывает, что чаще всего маска при себе имеется у всех. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События. Как действует? Ну, у нас есть...